Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем самые актуальные насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня будем говорить о завершающемся отопительном сезоне. Действительно, на улице тепло, настоящая весна, отопительный сезон заканчивается. И каким он был, обсудим сегодня вместе с начальником городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Иваном Мироновым. Он гость нашей студии. Иван Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, прошедший завершающийся отопительный сезон. Вкратце его итоги. Этот сезон у нас начался 23 сентября 2013 года. Рано. Рано, да. Были соответствующие погодные условия. Уже похолодало. Было много жалоб от жителей. И поэтому было принято решение о пуске отопления в дома жителей города Рязани. Пускались мы в течение 12 дней. 95% всего жилищного фонда были подключены в первые 8 дней. И уже оставшиеся проблемные дома были завершены в течение 12 дней. В принципе, этот срок у нас поддерживается ежегодно. Больше, наверное, срок пуска отопления в городе Рязани не было. Но, естественно, что можно сказать об особенностях этого отопительного сезона? Погода нам действительно благоволила. И сильных, критических, таких аномальных температурных морозов, не морозов, с низкой температурой не было. Был какой-то небольшой период. Это в январе месяце, 2-3 недели были отрицательные температуры в районе 20 градусов. Но в остальном же погода позволила пройти безболезненно весь отопительный сезон. Были же, конечно, и аварийные ситуации, но они ликвидировались в нормативные сроки. Практически, можно сказать, жители, наверное, и не почувствовали каких-то ухудшений в качестве теплоснабжения города Рязани. Ну, об этом можно судить. Как раз телевидение – хороший индикатор. Если на телевидении звонят люди и говорят, что в наших квартирах холодно, значит, проблема есть. Вот в этом году таких звонков было существенно меньше, чем в предыдущем годе. Скажите, вот есть мнение, что на самом деле, когда вот такие пограничные температуры поддерживаются, то небольшой плюс, то небольшой минус, для труб-то это даже хуже. Вот когда вот минус 20, все понятно, а когда вот начинается то минус, то плюс, вероятность аварий резко возрастает. Возрастает она, скорее всего, из-за того, да, когда есть стабильный режим, который устанавливается на протяжении какого-то определенного времени, то действительно аварийность где-то падает. Больше всего влияет именно качание температуры от минуса и плюса. И, естественно, в соответствии с ГРАССКИМ температурами должна повышаться или понижаться температура теплоносителя. Естественно, это приводит к тепловым расширениям. Магистрали у нас и квартальные сети находятся все-таки в довольно-таки изношенном состоянии, поэтому это уже часто приводит к увеличению аварий. Я могу сказать по количеству аварийных ситуаций. Все-таки на квартальных сетях у нас в этом году количество аварий было больше, чем по сравнению с прошлым отопительным сезоном. По горячему снабжению это количество уменьшилось. Но увеличение все-таки происходит от недостаточности нашего финансирования и в связи с этим от отсутствия возможности проведения капитальных ремонтов тепловых сетей в большем объеме. Но, тем не менее, вот эти аварии, они остались по большому счету незамеченными. То есть, насколько я понимаю, ликвидировались достаточно быстро. Ну, персонал нашего предприятия тепловые сети, муниципального предприятия тепловые сети достаточно квалифицированный, обладает и всеми техническими средствами для ликвидации аварийных ситуаций. Поэтому в данном отопительном сезоне, даже при наличии этих аварий, все они устраняются в нормативные сроки. Иван Сергеевич, ну, тем не менее, отопительный сезон без проблем не бывает. Вот вы уже упомянули о недостаточности финансирования, традиционные проблемы из года в год. И не только в Рязани, это такая общероссийская, что называется, проблема. С чем еще пришлось столкнуться в этом году? Ну, у нас, наверное, первая такая самая крупная проблема этого года. И впервые, наверное, за все время предприятия тепловых сетей, она получила, ну, так в кавычках, подарок. Так, с 1 октября весь теплосетевой комплекс, принадлежащий раньше Рязанской теплосетевой компании, дочернему предприятию «Аквадры», перешел в муниципальную собственность и, соответственно, в хозяйственное ведение РМПТС. И весь отопительный сезон РМПТС обслуживала данные магистральной сети. Объем их довольно-таки большой, протяженность 161 километр, сети все больших диаметров и износ их также составляет практически почти 80%. Вот. Но, опять же, все-таки благодаря организации работ, благодаря коллективу, благодаря тем же сотрудникам, которые все-таки большая часть перешла из РТСК в предприятие РМПТС, отопительный сезон был пройден в нормальном режиме. Вот само по себе то, что трубы перешли из частной собственности в собственность городских властей для жителей города, это хорошо или плохо? Ну, знаете как, если раньше все-таки они принадлежали частнику, то в последнее время объем капитальных ремонтов из года в год на этих сетях снижался. И, соответственно, рост процент износа сетей. Муниципалитет мало мог повлиять на эту ситуацию, то теперь, когда сети принадлежат нам, уже это наша прямая обязанность поддерживать их в должном состоянии. Но это не снимает тех же самых проблем от нас, все будет зависеть от того, насколько у нас будет все-таки позволять финансирование. Но теперь это наша прямая обязанность содержать эту сеть. Ну, это у нас традиционно, когда отопительный сезон завершается, завершается, начинается подготовка к новому отопительному сезону, согласно старой русской пословице про сани и телеку, которые надо готовить, соответственно, летом и зимой. Есть уже понимание, какой объем ремонтных работ предстоит сделать в этом году? И есть ли понимание, насколько удастся, скажем так, вот в этом периоде задействовать те сети, которые перешли в городу в наследство от квадры? Ну, ситуация такая. К следующим отопительным сезонам мы уже начинаем готовиться с осени прошлого года. То есть у нас планы подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года начали формироваться еще в ноябре 2013 года. К февралю они были полностью сформированы, эти планы, утверждены. И в настоящий момент уже сейчас практически ведутся работы и на котельных, и на ЦТП работы по подготовке к следующему сезону. По тепловым сетям на этот год у нас РМПТС запланировано капитальный ремонт 6,5 километров квартальных сетей. По, можно сказать, магистральным сетям, пока объем у нас не установлен на ремонт, будет он все-таки еще по мере проведения гидравлических испытаний, будет корректироваться. И мы будем, наверное, уже смотреть на более конкретные места проведения ремонтных работ на магистральных сетях по итогам проведения гидравлических испытаний. Ну, принято решение все-таки еще, может быть, мы изыщем где-то средства на проведение энергоэффективных мероприятий на этих сетях по теплоизоляции магистральных сетей, чтобы исключить потери и в дальнейшем какие-то приобрести резерв средств на проведение капитальных ремонтов. Это будет работа еще и по, скорее всего, замене насосного оборудования на повысительных насосных станциях на более энергоэффективные. Ну, цель одна, где-то какие-то затратить средства на высокоэнергоэффективные мероприятия, и чтобы в дальнейшем какие-то получить возможность приведения этих сетей в порядок. Ну, в любом случае, для горожан, наверное, хорошо, что, собственно, город стал хозяином этих сетей, хотя, конечно, то наследство, которое досталось городу, Иван Сергеевич, мало только искренне посочувствовать. Очень много работы предстоит. В связи с этим вопросом у нас было в свое время очень много жалоб на работу так называемых ведомственных котельных. С ними, насколько я понимаю, как-то справиться удалось. Ну, да, у нас была проблема и в поселке Ворошиловке, где у нас жилищный фонд отапливался и снабжался горячей водой от котельной Уфсина. В прошлом году мы завершили работы, полностью отказавшись от услуги этой котельной. Были построены за 2012 и за 2013 год два автономных тепловых пункта, и весь жилищный фонд уже в этом году, полностью вздохнул свободно. И по пуску отопления, который произошел в срок без задержек, и в этом году не будет проблем ни с горячим водоснабжением, в летний период котельные современные, новые, и работают в автоматическом режиме. В настоящее время у нас построены уже котельные на Михайловском шоссе, которые позволят, вот в этом году будут, сейчас в летний период произведены пусконаладочные работы на ней, позволят отказаться от услуг ремонтно-эксплуатационного управления. Это бывшее там министерство обороны, котельные, которые тоже у нас вызывало очень много нареканий в своей работе, и также дано будет поручение муниципальному предприятию тепловых сетей переключить детский сад по октябрьскому городку, и мы полностью тоже уйдем от котельной, ведомственной котельной РЭО. Эта работа запланирована как раз на подготовительный период к следующим отопительным сезонам. Сейчас хотел бы в заключение отойти от темы отопительного сезона конкретно. Некая новелла мной обнаружилась на сайте администрации, сейчас размещена так называемая схема теплоснабжения муниципального образования, теплоснабжения муниципального города. Что это такое, с чем едят, и, собственно говоря, зачем это вывесили на сайт? Ну, в соответствии со 190 федеральным законом от теплоснабжения муниципальное образование каждое свыше, ну, любое муниципальное образование, а свыше 500 тысяч еще обязаны разработать схему теплоснабжения и те муниципальные образования с населением свыше 500 тысяч еще утвердить их в Минэнерго. Что это такое? Ну, во-первых, это и электронная модель теплоснабжения города Рязани, которая позволит моделировать все ситуации с возможным переключением, с подключением новых объектов, расчет режимов тепловых сетей. Вот. Это и перспективы развития теплоснабжения города Рязани в соответствии с генеральным планом. Это и балансы тепловой энергии. То есть очень много информации, которая позволит развиваться городу в дальнейшем. Это и необходимые инвестиции, которые нужно будет вложить в тепловые сети, в реконструкцию источников теплоснабжения, котельных, Дягельской, Новорязанской, ТЭЦ. То есть работа проведена очень большая. И вот итогом этой работы, именно сейчас вот конкретный документ уже родился, подрядная организация у нас разрабатывает Ивановский институт-центр, Ивановский центр энергоэффективности. Данная работа сейчас вывешена на сайте администрации для обсуждения всеми заинтересованными лицами. По итогам этого обсуждения можно присылать в наше управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства свои предложения по этой схеме. То есть любой житель может так присылать? Может и житель, и любой заинтересованный какой-то субъект теплоэнергетики. Все эти предложения будут рассматриваться, схема будет еще дорабатываться после этого, и будут еще проведены публичные слушания по схеме теплоснабжения, и только после одобрения жителями города Рязани она будет утверждаться в Минэнерго. И после этого уже будет являться документом, по которому будет развиваться вся система теплоснабжения города Рязани. Это позволит и на основании этой схемы, и предложений по схеме назначить единую теплоснабжающую организацию в городе Рязани, ну и жить уже по новым правилам. То есть это такой главный стратегический документ развития всего нашего, скажем так, теплоснабжения в городе. Да. Ну что же, я благодарю вас, Иван Сергеевич. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в студию. У нас в эфире программа «Лицом города» был начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани Иван Миронов. Наша программа на этом завершена. До встречи в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова